Всем привет! Меня зовут Катя Полторацкая, мне 19 лет и я являюсь выпускницей программы FLEX. После того, как я жила и училась в Америке по этой программе в 2018 и 2019 годах, я решила, что я действительно хочу продолжить учиться в США, поскольку система образования мне очень подходит и действительно меня мотивирует. Beria College — это один из самых топовых американских колледжей, которые гарантируют бесплатное обучение каждому студенту. Этим, собственно говоря, он уникален. Когда я планировала свое поступление в американский университет, я учитывала два фактора — это доступная цена и высокий рейтинг. И Beria College, к моему удивлению, стал практически идеальным вариантом для таких студентов, как я, которые не могут себе позволить платить десятки тысяч долларов в год. Сейчас абсолютно без шуток, большинство университетов заставляют платить от 30 и выше тысяч долларов в год. Поэтому Beria — это шикарный вариант. Еще пару интересных фактов о моем колледже — это, например, то, что мое учебное заведение официально стало первым межрасовым колледжем на юге США. И, вы знаете, в то время это было прям большим событием. Ну и, в принципе, я очень горжусь этим. Еще один интересный факт — это то, что поскольку обучение бесплатное, все студенты обязаны работать на кампусе, то есть от 10 до 20 часов в неделю, чтобы помочь оплатить учебники, жилье, питание. Здесь ставится очень большой акцент на то, чтобы студенты учились рассматривать проблемы с разных точек зрения и применять аналитическое рассуждение. И мы учимся навыкам принятия решений правильных и эффективному общению. Очень крутой факт, который меня всегда поднимает настроение — это то, что очень большой процент выпускников моего колледжа получают очень хорошие должности в крупных фирмах, как международных, так и некоммерческих организациях, иногда даже в правительстве. Вот. И известный факт это то, что действительно многие из них поднимаются до очень высоких уровней в этих организациях и указывают, что действительно их Берия подготовила к такому уровню. Поэтому я лично планирую оказаться на их месте. Флаг мне в руки. Сразу хочу заметить и объяснить разницу между колледжами и университетами в Америке и, конечно же, в странах СНГ. Очень большая разница на самом деле, поскольку в колледже в Америке обучают не только на младшего специалиста, как в странах СНГ. Например, да, если вы уходите после девятого класса, вы получите в колледже диплом младшего специалиста. В Америке здесь всё иначе. Колледжи здесь обычно предоставляют академические программы на диплом бакалавра. В основном это бакалавр для колледжей. Иногда бывает бакалавр и магистр, но это редко. А университеты же здесь, они уже предоставляют бакалавр, магистр и младший специалист. Ещё один очень интересный факт про гуманитарные колледжи в США. Чаще всего, как принято практически во всех гуманитарных колледжах в США, это то, что студенты не обязаны официально решать по поводу их специальности до середины второго курса. И мы рассматриваем разные варианты, мы учимся разным предметам, которые, возможно, абсолютно не имеют ничего общего с нашей специальностью. А сейчас я дам такую маленькую предысторию, как я вообще попала в этот колледж, как я подавала документы. Если вам интересно, то зватьте со мной. Я заинтересовалась в Берии колледже. Когда вернулась из США в Украину, я подумала, что вот, действительно, это оно, это то, что я хочу делать, это система образования, которая мне подходит. И вот осенью моего 11 класса я начала подавать документы в Берию. Подача документов для иностранных студентов обычно начинается где-то в августе, иногда в сентябре, и заканчивается поздней осенью. Поэтому я лично считаю, что тянуть точно не стоит. Документов там действительно довольно-таки много. Это всякие академ-тесты, рекомендации от учителей либо работодателей, всякие финансовые формы, потом академические транскрипты со школы либо университетов. И плюс, плюс огромное эссе. И, насколько я помню, оно было приблизительно от 5 до 10 страниц. Документы должны быть пересланы по почте, и хочу заметить, не электронные. По поводу тестов на знание английского языка, я бы лично порекомендовала сдавать TOEFL. Я оставлю ссылку в описании на этот тест. Сдавать TOEFL тоже я рекомендую. Чем раньше, тем лучше, еще до подачи документов. Потому что результаты вы получите явно не сразу. Я, например, не сдавала TOEFL. И объясню, почему. Я сдавала стандартизированный американский тест ACT, называется, когда я еще была в США. Это был обязательно для всех и бесплатный. Так вот, я подала документы, и где-то в середине зимы, приблизительно в январе, я думаю, в конце января, мне пришел имейл о том, что я прошла в список кандидатов. То есть, к тому времени они уже отсеяли какую-то часть студентов, которые подали заявку. И вот весной, где-то в марте-апреле приблизительно, они уже могут огласить список принятых студентов. Я могла бы очень долго говорить о колледже, и я еще буду снимать видео обязательно. Но последнее, то, что я хотела бы здесь рассказать, это дать пару советов тем, кто рассматривает вариант обучения в этом колледже, либо в любом другом учебном заведении США. И первый мой совет, это не бойтесь пробовать и рисковать. Не буду врать, я очень боялась поступать в США, я очень волновалась, у меня даже были кошмары снились, и мне это казалось действительно нереальным, но вот она, я здесь, сижу в своей общаге, в комнате. Ребята, серьезно, я не просто пытаюсь привлечь больше людей в Америку, я действительно говорю, просто даже по жизни пробуйте, рискуйте. Это вот именно то, что дает вам силы, энергии и опыта. Начинайте собирать документы как можно раньше. Начинается сбор документов, подача документов в августе, начните собирать документы в июле. То есть список самих документов вам всегда на сайте, вы можете начать работать раньше, просто у вас не получится как бы субмитнуть эти документы раньше, до того, как откроется подача. Как я уже сказала, сбор многих документов занимает большое количество времени, и все нужны документы сла через реальную почту, не электронную почту. Если вы перешлете документы, например, они придут на два дня позже, администрации колледжа будет все равно, это ваши проблемы, они их просто не примут. Поэтому здесь с этим все достаточно строго, то есть на то они и дедлайны, чтобы их соблюдать. Третий мой совет по поводу эссе. Не бойтесь выражать свои глубокие мысли в этом персональном эссе и быть искренним. Я описала чуть ли не весь мой жизненный опыт и то, как он меня сделал сильнее, как он меня привел к тому, вот где я сейчас и кем я являюсь сейчас на данный момент. Совет номер четыре тоже касается персонального эссе. Я просто хочу сказать, что будьте аккуратны с тем, о чем вы пишете в вашем эссе. Я писала эссе, и было пару моментов, которые все-таки мне пришлось стереть. Объясняю. Никто не захочет брать в колледж человека, который описывает свои переживания, это нормально, но описывает переживания, которые создают какие-то психические расстройства. Кому в колледже нужны люди с сильными психическими расстройствами? Никому. Так же само никто не захочет вас брать, если вы будете писать о том, какой вы классный лидер в каких-то компаниях, когда вы выпьете. Это вообще не крутой вариант. Вы лидер, это круто, но будьте аккуратны с тем, как вы это объясняете, и ситуации, которые вы предоставляете. Такая организация, как EducationUSA, опять-таки я оставлю линк в описании видео, они помогают при поступлении в американский колледж. Собственно говоря, мой совет звучит так. Пользуйтесь услугами EducationUSA в вашей стране. Действительно работала над своим эссе, и когда оно было более-менее готово, они мне немного помогли, они меня проверили, они сказали, где звучит не очень, где стоит вообще убрать, где недостаточно понятно, где стоит больше примеров дать. Не думайте, что они напишут эссе за вас. Они вас помогут привести к правильной мысли, они также смогут ответить на многие ваши вопросы, в принципе, по поводу образования в США и поступления в США. Шестой мой совет — это не бойтесь просить о помощи. Если вы знаете людей, которые имеют какой-либо опыт, либо с поступлением в США, либо, например, они хорошо знают английский, просите о помощи. Некоторые документы, возможно, вам нужно будет перевести. Если у вас есть хороший учитель английского, это будет идеальный ресурс для этого. Поэтому просто пробуйте находить ресурсы, не опускайте руки, если вы не знаете, к кому обратиться. Давайте представим, что вы подали заявку, и будет круто, если вы действительно так сделаете. И вот весна, вы ждете результатов. И вас оповестили вдруг, что нет, вас занесли в список ожидания. Это в основном список людей, которых возьмут в случае отказа одного из уже принятых студентов, что достаточно случается достаточно редко. Но, но, не стоит паниковать, либо опускать руки, пожалуйста, не делайте этого. Я была одним из таких студентов. Меня поставили в список ожидания. И вот я здесь. Через какое-то время, где-то через полмесяца, меня повесили о том, что я принята. Кто-то отказался, меня приняли. Все просто. Да, это случается редко, но это случается. Вот, собственно говоря, и все. Я поделилась своим опытом поступления в Америку. И я искренне надеюсь, что кто-то из вас заинтересуется. Я оставлю все полезные ссылки в описании. И я всегда буду рада ответить на ваши вопросы, либо в этих комментариях, либо подписывайтесь на мои социальные сети. И я всегда рада ответить. Мне, на самом деле, очень много приходит сообщений от иностранных студентов, либо от украинских ребят, моих каких-то знакомых, друзей, неважно. Люди на меня подписываются, спрашивают у меня действительно. Я всегда рада дать советы тем, кто интересуется. Всем спасибо за просмотр. Буду ждать вас в следующих видео. Пожалуйста, я жду активности от вас. И я вас увижу уже в следующем видео. Пока-пока.